Депортировать граждан Китая, незаконно пребывающих на территории Кыргызстана, ввести мораторий на предоставление гражданства иностранцам, а также провести тщательные проверки по кредитам, которые за последние годы нашей стране выделила Китайская Народная Республика. Такие требования сегодня выдвинули участники митинга, собравшиеся в Бишкеке на центральной площади Аллато. Организаторы акции привлекли к протестам более 200 человек. Лидером антикитайских выступлений стал Аманбул Бабакулов и несколько других гражданских активистов, его сторонников. Участники акции с самого утра скандировали разные лозунги. Среди них также было озвучено требование к властям сократить квоту на работу для граждан Китая, а также меньше выдавать иные типы виз китайцам, по которым бы они могли въехать в страну. А еще запретить выдавать крыгызских девушек замуж за граждан Поднебесной. В случае, если последние намерены жениться на крыгызстанках, они должны заплатить государству штраф. Протесты продолжаются с самого утра. Митингующие несколько раз грозились направиться к Белому дому. Однако их намерение пресекала милиция. В итоге они делегировали несколько человек во главе с лидерами акции с миссией озвучить их требования. Последние, как выяснилось, побеседовали с вице-спикером Мерланом Бакировым. Однако, когда те попытались рассказать, к чему привели их переговоры, толпа собравшихся толком не дослушав их отчет, заявила, что никуда не уйдет, пока к ним на площадь не выйдут представители власти, хоть от Джугур-Кукиниша, хоть от правительства. К трем часам дня обстановка накалилась. Не желая более ждать, толпа направилась к Белому дому. Однако представители правопорядка вместе с бойцами спецназа уже были на готове. И как только протестанты двинулись к зданию парламента, начали проводить задержание самых активных участников митинга. Первое требование – ввести мораторий на предоставление гражданства Кыргызстана иностранцам, за исключением этнических кыргызов. Второе – необходимо создать комиссию совместно с профильными ведомствами и Джугур-Кукинишем, которая будет проверять предприятия и рынки, где работают граждане Китая, которых тоже нужно проверять на законность пребывания в Кыргызстане. Кроме того, выявить незаконных китайских мигрантов и надо привлечь к ответственности, конфисковать их имущество в пользу государства. Надеялись, болели, ликовали, восхищались, верили и ждали только победы всей страной. И не напрасно. Настоящий праздник футбола устроила для кыргызстанцев национальная сборная по футболу. Наша команда впервые в своей истории вышла в плей-офф азиатского чемпионата, до этого не менее феерично попав в ряды участников этого престижного первенства. Накануне в Объединенных Арабских Эмиратах завершились групповые матчи Кубка Азии в группе С и Д. За выход в плей-офф отечественным спортсменам пришлось изрядно потрудиться. Сказались и нервы после неудачных игр с Кореей и Китаем. Третья игра с филиппинцами была в прямом смысле решающей. Обыграть соперников с большой долей вероятности значило попасть в 1-8. Итоговый счет 3-1. И сборная Кыргызстана оставляет за бортом турнира команду Филиппин. С третьего места наши футболисты вышли в следующий этап. Через несколько дней дружине Александра Кристинина предстоит не менее сложная и напряженная игра с хозяйкой первенства, ставшей первой в группе А. Болел за наших футболистов и глава государства Сорон Баджиенбеков. Сегодня он поздравил ребят с победой и выходом в следующий этап чемпионата. Президент отметил, что футболисты нашей сборной показывают лучший пример патриотизма и прославляют республику на весь мир. Вчерашняя игра, по его словам, стала для всей страны настоящим праздником. Переживая и болея за наших ребят, все ждали этой победы и они не подвели. Президент отметил, что сам факт того, что наша футбольная команда впервые завоевала право на участие в Кубке Азии, уже было большим успехом. Но ребята смогли еще больше пройти в следующий этап. Это на самом деле является событием исторического значения. Он от имени всего народа Кыргызстана выразил искреннюю благодарность футболистам, главному тренеру сборной всей команде. Вчера наша сборная по футболу в рамках Кубка Азии провела достойный матч и выиграла сборную команду Филиппин. Это гордость для нашей страны. Каждый из них старался и старается достойно представлять честь Кыргызстана. Они показали высокий уровень профессионализма, они играли с командами, игравшими на чемпионате мира, и показали свой патриотизм, до конца боролись за победу и обрадовали нас. Хочу пожелать им удачи. Мы, кыргызстанцы, гордимся вами. Пусть наших ребят поддержит Всевышний, и пусть таких успехов у нас будет больше. За добросовестный и самоотверженный труд на благо развития республики. Ордены, медали, звания и почетные грамоты сегодня вручал и присуждал президент Кыргызстана Сором Байджиенбеков. Всего 166 человек были отмечены разными государственными наградами. Президент начал свою речь с поздравления и благодарности за ту работу и результаты, которых достигла страна с помощью деятельности кыргызстанцев, как те, что сидят в зале. Он отметил, что настоящий патриотизм проявляется именно таким образом, в виде честного и кропотливого труда. Однако впереди стоит много новых задач, которые нацелены на развитие экономики и, соответственно, повышение благосостояния народа. И только с помощью таких активных, преданных граждан будет возможно достичь прогресса. А их в Кыргызстане немало. Заслуженные врачи, учителя, ученые, представители культуры, артисты, писатели, композиторы и художники. И, разумеется, крестьяне и рабочие, бизнесмены и журналисты. Вручив каждому предназначенную для него награду, глава государства еще заключил, что очень рад встрече и пожелал всем здоровья и успеха. Уважаемые участники торжества, искренне поздравляю вас с тем, что вы достойны высоких государственных наград. Мы вас знаем и уважаем как достойных людей с безупречной репутацией, как неутронимых тружеников. У вас, в пример, самый действенный инструмент воспитания молодого поколения. Другими у вас равняется и равняется наша молодежь. Мы доставляем огромное удовольствие возможность вручить государственные награды вам, уважаемым людям нашей страны. Депутаты накануне устроили фейсконтроль приглашенному чиновнику. Им оказался Таланбек Тенысов, сотрудник агентства профессионально-технического образования. Слуг народа не устроил внешний вид госслужащего, и они просто выгнали его с заседания. Первым модным притиком выступил Алмаз Токторов из фракции Кыргызстан. Он сделал замечание мужчине о том, что тот якобы пришел к футболке. В ответ Тенысов пояснил, что на нем белый пиджа-джемпер, и он не должен был вообще приходить на заседание в Джугар-Кукинеш. Но так как руководитель его ведомства заболел, ему внезапно поручили присутствовать на обсуждении в парламенте от агентства. Впрочем, этого объяснения депутатам оказалось недостаточно, и они, забыв вообще о сути обсуждаемого вопроса, снова напали на госслужащего. В итоге вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, сделав вперед выговоры аппаратом Джугар-Кукинеша и правительства, и вовсе попросил сотрудника покинуть заседание. В агентстве я заведую финансово-экономическим отделом. Вы что, вернулись с командировки? Мне только сегодня утром сказали явиться сюда. Почему вы в Джугар-Кукинеш являетесь в футболке? Наш руководитель не смог прийти из-за болезни. Я сижу в свитере. Должен был прийти руководитель. Я узнал об этом только утром. Вы на работу ходите в футболке? Это свитер, не футболка. В регламенте есть норма о форме одежды в здании Джугар-Кукинеша. Это что такое? Аппарат Джугар-Кукинеша. Куда вы смотрите? Аппарат правительства. Представитель правительства. Здесь что, базар? А вы можете идти. Вас нет в списке приглашенных. Сразу после инцидента кыргызстанцы встали на защиту сотрудника агентства начального профобразования Таланбека Тенысова, которого накануне депутаты выпроводили заседание за то, что у него под пиджаком был одет белый джемпер вместо рубашки. Пользователи соцсетей возмутились грубым оскорбительным поведением парламентариев. Негодующие граждане посчитали такое поведение депутатов бестактным. И напомнили им, что в Джугар-Кукинеша они находятся только потому, что их выбрали простые представители народа, как и этот сотрудник рядового ведомства, одежда которого была, кстати, вполне приличная. Среди комментариев были не только упреки в адрес депутатов-модников, но и даже призывы распустить этих высокомерных, так называемых, слуг народа. Вместо того, чтобы эффективно работать и решать проблемы образования, для чего, собственно, и пришел Джугар-Кукинеш Таланбек Тенысов, они обидели человека, устроив ему модный приговор. После столь резкой критики, вице-спикер парламента Мерлан Бакиров публично принес извинения госслужащему посредством СМИ и социальных сетей. 10 миллионов сомов и камеры перейдут в собственность Кыргызстана. Российская компания «Вега» практически закончила установку камер фиксации правил дорожного движения в рамках первого этапа реализации проекта «Безопасный город». Об этом сегодня сообщил глава Госкомитета информационных технологий Бакатша Шембиев. В данное время, по словам чиновников, продолжается тестирование системы. Отмечается, что все семь видов нарушений, которые фиксирует камера, прошли стыковку с информационной системой «Инфоком». Современное оборудование регистрирует скорость на основании видеозаписи, так что антирадарные приспособления не помогут так же, как и разрекламированные нанопленки, никаким образом не препятствуют камере распознать номер автомобиля. Отслеживание работы комплексов проводят на оборудовании, установленном на одном из самых оживленных перекрестков – Бишкека, улица Драхманова и Баканбаева. По условиям соглашения, установки по фиксации нарушений ПДД «Вега» передаст после того, как они получат свои 10,5 миллионов сомов от уплаченных штрафов. Представленный предварительный срок окупаемости составляет 5 лет. на первом этапе камерами оснастят 10 перекрестков, 17 рубежей, а еще предоставят 10 переносных комплексов. Сообщается, что на втором этапе такие системы фиксации появятся еще на 230 перекрестках по стране, где именно в данное время этот вопрос прорабатывается МВД совместно с местными органами самоуправления. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.